Всем добрый день, меня зовут Александр Гриф, я учусь на первом курсе факультета прикладной математики НГТУ. Конечно, послушав предыдущих ораторов, понимаешь ограниченность своего мышления и полезность данных мероприятий. Хотел бы вас познакомить с некоторыми практическими применениями, так как учусь я на прикладной математике, куда, собственно, ее можно применять. Тема моего выступления – это трехмерное математическое моделирование на страже здоровья людей. Дело в том, что за еще недолгую карьеру в учебе, в науке удалось поработать на различные проекты, хоть в нефтеразведке, для гиперзвуковых летательных аппаратов, много в медицине. И все проблемы поступают, естественно, из практики. Приходят или врачи, или какой-то менеджмент, говорят, что нужно оптимизировать технологию, решить такую-то проблему. И в данной работе хотелось бы показать именно решение некоторых проблем в медицине, для здоровья людей. Первая проблема касается нейрохирургии, либо просто черепно-мозговой травмы, что когда человек получает черепно-мозговую травму, у него нету просто части черепа, его нужно чем-то закрывать. Либо если это нейрохирургия, то у человека раковая опухоль, и при многих способах лечения требуется вырезать часть черепа и удалять опухоль. Но, естественно, возникают некоторые дефекты черепа, которые нужно закрывать некоторыми титановыми пластинами или имплантатами. Так вот, в мире это очень распространенная проблема, она является основной причиной смерти индивидуализации населения в возрасте до 44 лет. В России в год умирают примерно 50 тысяч человек. Собственно, решение данной проблемы, ну, не тривиальное, но простое. Была предложена технология, которая состоит всего из четырех этапов. То есть сначала человек приходит, пациент приходит в медицинское учреждение, проходит томограф. То есть получается много, например, 400-300 срезов черепа цифровую, по которым нужно восстановить геометрию и каким-то образом убрать дефект. То есть для операции. На втором этапе врач сам, именно врач, может выделить на трехмерной модели некоторую область этого дефекта, по которой в автоматическом режиме будут строиться имплантаты. Дело в том, что технология специально ориентирована на врачей. То есть врачи, многие, не очень сильно могут разбираться в программном обеспечении, то есть в каком-то сложном именно. А в данном случае врачу требуется всего лишь 5 минут и имплантат готов, можно проводить операцию. Также преимущество такое, что человеку нужно срочно проведение операции. А на сегодняшний день, так как времени нет, человеку нужно провести операцию, ему просто ставят титановую некоторую пластину и подгоняют ее во время операции, что увеличивает и смертность, и в принципе геометрию черепа не повторяет. На третьем этапе технологии полученная трехмерная модель имплантата оптимизируется, то есть варьируется ее некоторая высота, варьируются ее размеры. В Российской Федерации для проведения этой операции отводится из федерального бюджета 150 тысяч рублей, которых, естественно, в большинстве случаев не хватает. И данная оптимизация позволяет снизить вес, объем модели, как следствие вес, а цена одного грамма титана, чтобы напечатать на 3D принтере, например, вот если брать рыночное, полторы тысячи рублей. То есть это существенно можно снизить как стоимость операции и эти деньги перераспределить на какие-то другие обследования для врачей. Ну и собственно на последнем этапе полученная модель печатается на 3D принтере. В Новосибирске у нас есть пока что, который я знаю, только один такой принтер, потому что очень высокая цена, находится в Академгородке в технопарке. На слайде представлен пример реконструкции, то есть это уже программно, как по 460 срезов есть томограмма, как по ним можно получить трехмерную модель черепа. То есть это делается все в один клик мыши, врачу не нужно ничего думать, то есть единственное, что ему нужно, это потом обрезать область дефекта, которая его интересует. Также время реконструкции занимает всего менее 7 минут. Ну и собственно какая технология была предложена, ее программная реализация. Полученный череп на предыдущем слайде поступает в программное обеспечение, в котором можно его вращать, как-то приближать, делать манипуляции. Врачу единственное, что надо, это выделить границу дефекта. То есть по нему пока что в полуавтоматическом режиме строится каркасная сетка, по которой создается имплантат. Полученная модель имплантата сохраняется в общем формате, то есть его понимают различные принтеры. И на 3D принтере его можно напечатать и собственно произвести операцию. Ну не знаю как тут техническое, не техническое, то есть я выступал только на технических конференциях, поэтому тут многие внутренние моменты интересные. Например, каким образом определять, вот у нас трехмерная модель, мы хотим построить некоторую границу, как по мышке, например, определять, где эта точка на трехмерной модели. Существуют различные алгоритмы, но в данном программном обеспечении реализован интересный способ, когда любой полигон раскрашивается в... Ну полигон, например, это, например, треугольник, раскрашивается в уникальный цвет и по цвету пикселя под координаты мышки мы можем единственным образом восстановить, собственно, куда мы попали. Ну реализованы технологии, используемые технологии тоже, наверное, не всем интересны. Если посмотреть мировых лидеров, те, кто производит имплантаты, естественно, то есть Новосибирск это не и то, для не и то это нужно было делать, это, естественно, не новатор в этом. Существует 4-5 больших фирм в мире, которые, собственно, получают модели и примерно как-то что-то делают имплантаты. В России это фирма Канмет. И в результате анализа всех предложенных моделей этих фирм имплантатов было установлено, они все имеют константную толщину. Ну там, например, 2,5 мм, 3 мм. Какого-то объяснения научного, технического эта толщина не была найдена. Ну, собственно, в работе предлагается в программном обеспечении варьировать и толщину, и размер вот этих вот отверстий с тем, чтобы снизить вес модели. Ну, как бы, не просто надо снижать вес, а чтобы еще, например, с другой стороны она была примерно одинакового веса. И снизить стоимость для цели, о которой я уже говорил. Я, на самом деле, занимаюсь в основном дифурами. И в данном программном обеспечении реализована очень интересная технология, каким образом можно с помощью дифференциальных уравнений и некоторой задачи оптимизации, которая говорит о том, что давайте снизим объем модели с ограничением на толщину модели и размер вот этих вот отверстий. То есть мы их будем увеличивать, а толщину уменьшать. Таким образом, чтобы максимальный прогиб полученной модели был допустим, то есть меньше минимального. Упругость имплантата описывается системой дифференциальных уравнений. В данном случае это приведено в форме перемещения. Можно также в других формах приводить. И решается на, либо на кластерах, но в данном программном обеспечении можно решать на обычном компьютере. Но, да, это что внутри на самом деле. Для всех дифференциальных уравнений, по крайней мере, можно разделить на некоторые группы, решаются все они одинаково. То, как учат решать их, например, аналитически для практических целей, ну, конечно, хорошо, но как бы, ну и не надо. Алгоритм очень простой, смотря какой мы метод используем. Здесь используется один из самых эффективных методов, в принципе, для решения дифференциальных уравнений. Это метод конечных элементов. Ну, почему-то в России он не получил, ну, как бы, должного применения, такого, как, например, в Европе, в США. Если в США там 60%, 70% решают с помощью него, а остальные решаются с помощью других методов. Метод конечных разностей, там, конечных объемов. А у нас все наоборот. Ну, наверное, объяснение того, что это очень сложно реализуемо. Но идея простая. То есть, там, как бы, домножаем на некоторые функции, выбираем базис в пространстве, разбиваем некоторую модель на геометрию и находим необходимые поля. Например, перемещение, давление, ну и другие. Ну, это просто приведено, каким образом, например, вот маленькая балка, то есть вообще простой пример. Каким образом маленькая балка, закрепленная с левой стороны, а мы за правую часть тянем. Каким образом она может описываться, ее движение с помощью физичного, то есть с помощью дифференциальных уравнений. То есть, у нас разбита сетка. В данном случае это очень, очень грубая сетка. На самом деле, нужно сделать еще там дробление вложенных там еще где-то 3-4, он тут будет понятно. Ну, и есть некоторые аналитические решения. Ну, мы можем все это получить численно во всех узлах, во всей модели. То есть, это просто маленький пример того, как работают численные методы. Так вот, с помощью вот таких вот методов мы можем получить для имплантатов на два слайда раньше, которые я показывал, каким образом максимальное смещение, то есть вот эта градация, от небольшого к наибольшему, может зависеть от размера отверстия и толщины самого имплантата. Все эти системы, которые получаются, то есть это линейные системы, которые получаются вследствие аппроксимации некоторых уравнений, они составляют 1 миллион неизвестных, 2 миллиона, ну и так далее. Могут 20 миллионов неизвестных. То есть, это примерно те же самые системы, которые мы решали в школе. То есть, там 2 на 2, 3 на 3, только тут они уже в миллионах. Да, такой некоторый слайд. Преимущество предлагаемой технологии, то что она в первую очередь ориентирована на врача. То есть, врач действительно может, это уже практиковалось, пробовалось, действительно может создать быстро модель для замещения дефекта костной ткани. Она универсальна, понимает различные типы данных томографов. Она персонализирована, то есть, не как мы просто берем, вот у иностранных производителей есть типы сеток, такого размера поменьше, там отверстие, все, и подгоняем, ее подрезаем уже во время операции. То есть, это все осложняет. Ну и также она может печататься на 3D принтере. Второй темой, которую бы хотелось рассмотреть, тоже как бы в медицине занимался многим, но второй, которая буквально там началась несколько месяцев назад, мне стало интересно, это качество воздуха, которого мы дышим в рамках городского пространства. То есть, каким образом можно получать достоверную информацию о качестве воздуха, ну и как с этим можно бороться, как можно воздействовать. Ну, собственно, проблема, которая всем известна. В Китае проходят на самом деле митинги, если можно посмотреть, что такое частицы PM2.5. Это твердые частицы размером 2.5 на микрон. Основной источник – это транспорт и тяжелое производство. Ну, например, если самый простой, это действительно выхлопы транспорта или покрышки, которые с шипами зимой ездят, и песок, дробят, которые у нас любят песок посыпать на дороге, что тоже не очень хорошо. И дробят песок, который превращается в пыль, которую вы сейчас можете видеть на улице. Опять же, была предложена технология, которая как бы еще находится на такой ранней стадии, но есть некоторые тестовые уже испытания. Она генерирует данные многих источников. Это метеорологические службы, трехмерные модели города, трехмерный рельеф города. Это каким образом в реальном времени действительно распространяется метеорология. Она знает места стационарных загрязнений, наиболее таких пагубных источников. Это ТЭС, заводы. И она знает, как в режиме реального времени передвигается транспорт по городу. То есть, если вы все можете открыть Яндекс.Транспорт, Яндекс.Навигатор или Дубльгиз, эти данные можно пересчитать в некоторой плотности выбросов с учетом некоторых корректировок, которые бы сказали, каким образом именно транспорт влияет на состояние воздуха. Дальше, с помощью уже любимых дифуров, мы можем рассчитать в рамках всей модели города, каким образом выхлопы будут распространяться в трехмерном пространстве. То есть, опять же, описывается с помощью систем дифференциальных уравнений. Интересно, если у нас, например, есть нормативы, мы знаем, сколько там, например, Toyota Camry выбрасывают, сколько выбрасывают там другие различные, мы можем усредить эти данные. И в некоторых местах, куда мы поставим специальные детекторы, у нас есть скачок этого загрязнения. Соответственно, где-то источник рядом. Может, там есть частный сектор, там кто-то как бы топит что-то сильно, что-то горит. Но в основном, если посмотреть по статистике, это действительно стационарные источники. И мы, зная их положение, то есть мы видим координаты на карте города, мы можем с помощью решения обратной задачи, то есть на некоторой оптимизации, если кто-то занимался, понять, а какие выбросы у них были во времени по имеющимся данным от транспорта. Потом, что с этим делать? Если мы говорим, что у нас есть таблетка от бессмертия, вы говорите, ну хорошо, а зачем мне ее, например, покупать, если у меня нет средства? Зачем мне знать, когда я умру, если у меня нет средства, как на это воздействовать? Ну и тут то же самое. Следующим этапом, то есть когда у нас есть картина загрязнения, говорите, ну а зачем я буду знать, что тут там грязь, что-то еще? Нужно дать средства для воздействия. У нас, если брать Новосибирск, мэрия месяца два назад закупила 20 машин, там пылесосов больших, которые ездят по улице, но они там в пределах Красного проспекта, как бы не выезжая сильно далеко. Но можно их направлять в места максимальных загрязнений, которые в реальном времени могут получать с помощью модели. и говорить, высасывайте там и очищайте воздух именно там. Если рассматривать мировую практику, например, в Китае, можете посмотреть, я не помню, там стоимость вроде, ну высота 100 метров, а цена вроде, да, 2 миллиона долларов. То есть там в Китае стоит 100-метровая специальная очистная станция, которая прогоняет через себя воздух и очищает, и его очищает. То есть тут у нас как бы можно это сделать сначала машинами, но если рассматривать обычных жителей, это система кондиционирования, которые приточные, они могут открывать их, то есть они все умные сейчас в основном, эти кондиционеры, общаясь через интернет, их можно открывать в тот момент, когда, например, на улице, ну чисто, не надо их открывать, приточные кондиционеры, когда на улице грязь. Математическая модель, то есть да, все описывается дифурами, все физические процессы. Поле скорости ветра. У нас есть трехмерная модель города, прям действительно рельеф, у нас есть трехмерные модели зданий, и нам нужно понять, каким образом у нас ветер дует по городу, для того, чтобы понять, как он переносит и примеси. В данной работе реализована некоторая модель на основе тоже дифуров, которые основываются на уравнении Пуассона, вернее, Лапласа, на уравнении Лапласа, описывающей потенциальное поле скорости ветра. Действия наземных источников. Новосибирск, наверное, лет пять назад, лет шесть назад, он стал одним из пилотных проектов, в принципе, в России по внедрению системы ГЛОНАССа. У нас была самая обширная сеть покрытий. Ну, конечно, нужно было воспользоваться этим фактом. И, наверное, на первом еще курсе, я пока ехал в троллейбусе, подумал, почему бы, например, не оптимизировать работу светофора, светофорных таблиц для приоритетных магистралей, если у нас там какая-то пробка, и, то есть, уменьшить световую, как красный свет уменьшит на менее приоритетных магистралях. То есть, съездил к нам в Гуртранск, или, да, бери доступ. И вот, например, Яндекс, конечно, пользуются те же самыми данными. Да, вот можно посмотреть, как в режиме реального времени движется общественный транспорт города, и по скорости общественного транспорта можно, но, опять же, не совсем явно, в неявном виде, вот, относительно, понять, каким образом будет у нас двигаться поток. На слайде представлено некоторый такой прототип системы, который реализован мной. Используют данные от мэрии Новосибирска, передвижения транспорта, и где задано, например, там, 160, сейчас задано 160 дорожных секторов, на которых с периодичностью в одну минуту можно прослеживать, какие скорости, какие загруженности. И уже вот эти данные идут на следующий этап обработки. По ним мы можем понять, какие были выбросы в этот момент. Да, у нас задаются некоторые положения, некоторые положения, то есть это просто координаты в пространстве, потенциальных источников загрязнения, которые мы потом будем подавать на вход для обратной задачи. Вот, интересный этап, как получить трехмерный рельеф города Новосибирска. Много есть каких-то открытых, есть закрытые сервисы, то есть в которых можно построить профиль, построить профиль, ну и построить высоту. Естественно, нам это надо получить в 3D, трехмерную картину. И это сделать очень легко, то есть задав просто два профиля, один параллельно реке, опи, второй перпендикулярно. И опять с помощью математики и сглаживающих сплайнов можно посмотреть, например, как выглядит, я задал 10 на 10 километров примерно наш город, вот река Оппи, тут там ГТУ, ну то есть как бы все согласовано. Ну что такое вообще на самом деле сеточные методы, которые я рассказываю, методы конечных элементов, конечных разностей и другие, они все используют сетки для аппроксимации решения там в пространстве, времени на каких-то дискретах. То есть разбиваем, разбиваем все просто дискретизируемое пространство и время на некоторые дискреты. Ну это просто показан пример, каким образом строятся в автоматическом режиме сетки для аппроксимации дорог, зданий, ну и так далее. Тестовая задача, просто показать работоспособность на таких полуабстрактных данных по потокам воздуха, по коэффициенту того, как будет от автодороги у нас лететь пыль. То есть показано, как у нас, например, здание будет обдуваться в 3D с помощью, опять же, дифуров решения. И показано в плоскостях, каким образом у нас будет распространяться примесь от автодороги. Ну то есть ветер дует туда, как бы все понятно, что должен быть профиль идти вправо. У нас также коэффициенты диффузии заданы при максимальном количестве, при максимальном значении x и y максимальном, соответственно, и тут тоже у нас профиль начинает увеличиваться. То есть все как бы согласовано. Для недавних грантов был сделан некоторый тестовый расчет, опять же, на модельных данных. Если задать НГТУ, где мы сейчас сидим, тут, к сожалению, вот где мы сейчас сидим, это дальше. То есть первый корпус, второй, шестой, восьмой, он подальше. То есть не включен пока. Каким образом у нас будут распространяться примеси от автодороги, если у нас ветер дует от нас? То есть показано на высоте 10 метров, где у нас будет максимальная концентрация пыли, где она будет скапливаться. То есть на высоте 25 метров и на высоте 50 метров, потому что у нас как бы уже ничего и нет. Да, для обратной задачи, как я рассказывал, уже была такая предложена технология, что нужно разработать некоторые датчики, которые ставятся на общественный транспорт города и передают на центральный сервер, каковы же значения у нас пыли в данный момент, в данной точке. Мне было интересно этим заниматься, как бы хоть я и не занимаюсь математикой, как бы с электроникой относительно сложно, но раз это могут делать и дети с седьмого класса, занимаясь. Мне тоже было это интересно. Вот сделал буквально за выходные, некоторый датчик собрал, который бы показывал, какова у нас концентрация примесей. То есть в воздухе есть там фоторезистор, датчик, который проходит через вентилятор и через два диода. Если рассматривать, что мы эти датчики ставим не на общественный транспорт, а, например, была задача, если это сделать в Берске, то у нас есть действие цементного завода, есть некоторые частные секторы, полигон твердых бытовых отходов, которые тоже вносят свое значение в общую загрязненность, и федеральная трасса, ЖД-трасса. То есть в какие места, вот, например, белым с красным, с индексом, это обозначено, куда можно установить данные датчики, чтобы численная модель, то есть, опять же, дифуры решаются уже на реальной геометрии, каким образом, это растаять датчики, чтобы можно было сказать, а сколько в данный момент выбросил, например, площадной источник, полигон твердых бытовых отходов, там, федеральная трасса. Наверное, все, да, спасибо за внимание.